Ребят, привет всем! Огромные обзоры свои продолжаем вместе с вами делать. Самый главный вопрос на сегодняшний день, девчонки. Я просмотрела несколько видео, где мелькали кадры, когда Адамян находится в чужой квартире. Мы видим чужая кухня, темная какая-то, мрачная, коричневая, другой интерьер. До пару кадров он нам показывал с вами, на кровати валяется зеркальный потолок над ним. Мы прекрасно понимаем, это какое-то другое жилье. И очень много зрителей задают вопросы, а где это он находится? А что случилось? А что мы пропустили? А почему Самвел ничего не объясняет и не говорит? Ребят, в комментах также задают ему вопросы, на что он отгавкивается, грубит людям, хамит. Но ответов никаких не даёт. Логическая цепочка размышлений. Самые простые вопросы, которые у меня возникают в голове. Человек съехал со своей квартиры. Почему я говорю слово «съехал»? Потому что в этой новой квартире мы видим кота Томаса. Это стресс для животного, да, менять жильё. А значит, не просто так Томас находится в чужой квартире. Если бы это были какие-то кратковременные съёмки, ну такая, чтобы закрутить, да, на кулинарный канал, снять свои рецепты, Томаса он бы с собой не тащил. Он его любит, как умеет, девочки. Я всё прекрасно понимаю, я с вами согласна, солидарна, как он относится к животным. Но он его любит, ребята, и он бы его зря не стрессовал. Но Томас сейчас находится в чужой квартире. Здесь вместе с Сявкой. Мы видим на заднем плане очень много кроссовок. Мужской обуви. Кроссовки Севкины, ребята. Из всего этого я делаю выводы. Плюс ещё добавляется один факт, что свои цветы, живые цветы, которые находились в квартире на Карла Маркса, вот на балконе петунья, которая красивая такая росла, и вот этот вот цветок такой большой, который практически у него пропал в квартире, да, как-то пожелтел, две веточки одни остались. Я не знаю, как он правильно называется. Похож на такое денежное дерево, но нет, это не из той оперы. И тем не менее, эти два цветка переехали на игрень к свете сытник. Я так понимаю, что не просто так. Подсуммировав и резюмировав все эти факты вместе взятые, какие выводы делаю я? Человек съехал со своей квартиры и на долгое какое-то определённое время. То есть это ни день, ни два, ни три. Однозначно. Иначе бы он не делал всех этих телодвижений. Что заставило мужика съехать со своей квартиры? Что это может быть? Мы с вами можем только догадываться. Я свои предположения сейчас вам озвучу. Вы напишите свои в комментариях. Вопрос. Сявка, до тебе. Дивишься, знаю, бо читаешься всегда в своих видеовлогах перед нами. Так что ж случилось? Если принять за правду, за истину, вот тот факт, что тебе побили машину. Второй факт. Ты съезжаешь с квартиры. Ещё, девочки, я забыла сказать. Вы заметили? Кока переехал жить к родителям. Потому что он всё время находится на игрене. Мама Света уже несколько раз озвучила, что Кока тут спить дома у себя на игрене. То собачки с ним сплять, да? Мы это всё слышим. Не просто так это всё. Машину побылы. Кока съехал. Семка съехал с квартиры. Десь догавкался всё-таки, да? А то всё только тебе. Угрожать людям и угрожать. Сколько у меня в телефоне, девочки, если бы вы знали угроз. Что он мне сделает? И какая у меня впереди будет жизнь? Жизнь и месть это блюдо, которое подаётся холодным. И жди сюрпризов. И ты даже не ожидаешь, что я тебе сделаю. И в этом ключе это всё я процитировала. Я ничего не придумала. Всё это у меня есть вживую, в голосовых, записано в телефоне. Угрозы, угрозы, угрозы. На основании чего? Что я обзоры делаю на какого-то шизоида в ютубе? Так это не запрещается. Обсуждают всех, вся, кому не лень, кто хочет. Это разрешено правилами именно этой платформы ютуб. Но я наслушалась свой адрес очень много. Я знаю другим блогерам, он также угрожал. И что теперь мы видим? Шо таке, стявочка? За стятки? За срадки? Шо там у тебе с пятой точкой? Факел полыхает? А шо случилось? Чего слякався? Так вот уж не надо другим людям угрожать, понимаешь? Видишь? А получается тебе прилетело. Вот как зрители все говорят. А, Анжелика, бумеранг ещё никто не отменял. Я тебе вообще никак не угрожала. Да хоть головой об стенку. Адамян, плевать вообще на тебя с высокой горы. А ты видишь, как Господь Бог распоряжается? А? Ну вот почему? Напишите мне, пожалуйста, в комментах. Почему? И что? Какие такие события и факты заставляют взрослого человека, мужского пола, бросить, оставить свою квартиру, красивую, благоустроенную, комфортную, в центре города, где ты так привык жить и рассказывал, что ночевать ты не можешь в чужих квартирах, но тебя какие-то события, какие-то факты заставляют, прям гонят съезжать с этой твоей любимой, такой дорогой, родной квартиры. Девочки, я такие выводы для себя сделала, что шо-то где-то накосячил, и видать, якісь хлопці, такие безбашени абсолютно, тоже якісь несповна розуму, ну видать, шо-то где-то пригрозили. Потому что если машину побили, тут он боится в квартире оставаться, проживать и ночевать, да, смотался, убежал куда-то. Зрителям ничего не рассказывает, тоже делает из этого секрет. Если бы было что-то незначительное, может какая-то идея в голове, мало ли же, он бы нам все рассказал. Покупку трехкомнатной квартиры показывал, рассказывал, да, контент напилил, да, точно так же и здесь, но молчит. И когда люди задают в комментах вопросы, материт, оскорбляет, но ничего не рассказывает. Вот такие я выводы делаю. Значит, что-то случилось очень серьезное, ребята. Думай, Сявка, прежде чем гавкать на людей, шо ты не Господь Бог, ты обычный человечешко, серенький, несчастненький, две руки, две ножки, обычный, понимаешь, и мамке своей можешь передать, шо не надо летать там десь так высоко за облаками. Можна вот эти твои крилышки обшмалить и будешь падать на землю грешно и праведно. А треба по этой земле нашей ногами ходить, как все нормальные, адекватные люди. И будешь в этом методе счастья. Итак, девчонки, пришел на планету сюда до мамки в гости, а ця ж, шизуетка, бегом давай наряжаться. Вы представьте себе на минутку лето, жарища. Каждый хочется вечер, каждое утро быстрее под воду встать, да, ополоснуться. Вот когда духота на улице, ребята, это же просто невыносимо. Футболочки, льняные какие-то батистовые блузочки, льняные штаны, ось у меня, понимаете, хочется чего-то натурального на себя напялить, чтобы тело дышало. Вот это чучело, херяма, стеклянное черное, черное платье с наклеенными пайетками, блездящая звезда. Воно нарядилося, бо це ж сам Велка буде включать камеру, снімать її. Сейчас, пидожди, губи накрасью. Йолки твою зелене, иди помийся сначала. Які нафік губи? Кому вони надо? Там уже губів не осталось, там розщелина одна. Для прийняття пищи дырка осталась, а где там ті губи? Шо там красить? І шить такою ярко-красною помадою. Стало, смыкає те платьечко, смыкає, ребята, оно просвечивает насквозь, все видно. Эти ноги вечно на ширине плеч держат. Мама, та стулей ти ноги ті вже, та збери їх до кучи. А чого, шо? Ребята, я не знаю, що з нею происходит. Оно не умеет даже, вот как нормальная, обычная женщина, ноги рядом держать. Та шо ты їх растопыриваєш постоянно? Та туда локомотив между твоими ногами може проехать. Ну разве жінчина так ходит, девочки? Ну разве жінчина так стоит? Ну это же просто отвратительно смотреть на это. Просвечивается это платье, ребята. Оці трусы мужские, оцей пампер страшенний. Воно объем занимает, видувается все, видно это все. Зато в пайетках стоїть оце чучело. С голыми ногами, ті пятки, нещасні, бідні, порепані, страшні, багрові ноги, пальцы покручені, ногти в грибках, уже на топтише, вже гавкає-гавкає тому синочку заботливому, та отвези ти її до врача. Та облегчити їй, їй же ходить, больно, блін, поснімайте, почистите, ті на топтише. Та, девочки, ні. Помить, отпарить, хотяби соду, ті ноги в ванночку зроби, це ні. А на шо? Платя стікляне чорного цвєта в жару сумасшедшу сидить, потом обливається, ті волосьонки до шиї прилипли, о, оце по-нашому. Да, шупічка, оце ми тебе узнаєм, ну і що би, нарядилося, воно нарядилося. Що в той голові? Ви ж представляєте, це чоловік, як вона розсуждає, як вона оце херямо думає, що як вона нарядить оце визиваюче, дішове, отвратительне платье, Средь бела дня, девочки, це ж не вечір даже, літо, жара, обедений перерыв, понимає? Солнце вікна, шпарить, шкварить, така жариша, як на сковородці, вона в цьому платьі в паєдках. То вона ж думає, що начнут сразу писати їй комплименты. Яка красива, Татьяна Васильевна! Шупічка, тебе даже не вдомок, що люди все заглядывают тебе в душу і характеристику дають твоїм душевним і сердечним качіствам. Гнілое нутро у цій херямо, і це найважніше, а не то, какую тряпку ти на себе нацепила. Хай оці кабучі ходять в своїх простеньких платьячках! Далеко до мене! Це чмо болотяне, стявка адамян підхваче. Да, мами, вам далеко! Это звёзди, а ви ніхто! Хай ми будем ніхто, сявка! Зато ми живем в своїх квартирах, спокійно собі, людей не зачіпаєм, нікого не обіжаєм, ні на кого не нариваємся і нікого не боїмся в своїй рідній хаті, а не так, як ти. Бігаєш уже по всьому Дніпру, де б сраку свою сховать. Що, пересрал? Да. А от і по ділом тобі, скажу я. Зіною встреча, дівчки, на балкончикі. Представляєте, да? Кода сонце в окна світі, п'ятий етаж, балкон застіклений, яка там духовка на том балконі, крематорій. Усадила Зіну на подоконник в карти і грать в том самому платі в паєтках. Зіна прийшла, принесла 500 гривень, коли, оказується, Самвел там собирав якісь деньги якомусь воєнному знакомому. Я пропустила, не дивилася, дівочки, цю його трансляцію. А потім він їх там чось поудаляв. Зіна побачила трансляцію, принесла 500 гривень і мамка пожертвувала. Аж 100 гривень дала. А що ж так, га? А що ж ти так, мамка, позоришся? Ти ж звізда. Ну ви ж себе зв'оздами називаєте. Ну то по зв'оздам укинула. По що ж Зіна на свою нещасну ту мінімальну пенсію? Жінка живе, якось умудряється виглядіть прилично, опрятненько, так? Не виряжається, як чучела опудало огороднє. І пітається собі, і розходи свої якось учитує. І 500 гривень принесла. А ти ж зв'язда така. Дівочки, жадне, аж скрипить. Ужас один. Так вона ще й позичає у Зіни гроші, оказується. Я должна була Зіни 75 гривень. А що це ти в Зіни грошей позичаєш? Звізда ти, блин! Дівочки, в голові просто, в моєму умі не поміщається вот эта вот вся інформація. Я ще з нової і нової сторони узнаю цих людей. Але вже скільки було сказано, нет, ще новими гранями заблиздел цей брульянт. У Зіни вона грошей позичає, бо їй не хватає от тих тисяч, що сявка її оставляє. От костюм поміряла? На, мама, от стігну там нескільки тисяч їй гривень. За роботу ти ж костюм приміряла. А 75 гривень у Зіни позичає. Ну і на ігренії, звісно, поїздочка мене дуже порадовала. Чмошник, що я можу сказати? Вєткі сліви від сусідів свєшуються сюди на територію, на участок кситника. І вісять там такі крупні розові сливи. Ну, увіділ ти. Ну, вісять ці вєткі здесь, уже во дворі у ситників. Ну, сорві ти цю одну слівку. Я пірог сливовий зроблю. Давай, нарвем на сливовий пірог. Та поїдь в магазин, купи собі тих слив десяток. Ти що, позволити собі не можеш? Ти зовсім уже чокнувся. Дівчі, вилізло на забор. Давай карабкаться до людей на ту сливу. Рве. Колька в шокі, кажет, а там дівча живе. Щас я їх побачу. Щас зачем ці неприятности? Самвел злісь. Самвел, що ти делиш? Ні, ріпята, боже мій, в крові воровство. Воровство у кожного чоловіка в цій сім'ї просто в крові. Ну, уроки, мамки, не дівчі, з дівчі, з дівчі зря не прийшли. Понимаєте? Вона ж тягала цих дітей за собою, красти. І яйця, і поросяць, і черешні. І візді, дівчі. Де не пісі, там і вродо. До сих пор осталось це у нього в голові. Уже може себе позволити покупати всім родственникам квартири. Сказав, як треба, куплю і Діані, і Ірі, і Каріні, і Родіку, як виросте. В мене діння хватить. Так, а десяток слів? Ти можеш просто, як нормальний чоловік, просто піти в магазин і купить? Ну, ти ж можеш їх купить. Представління опять устрою. А якщо сусіді, моделируємо ситуацію, народ, відбували це все. Придуть на следующий день к сутникам, і начнеться скандал. Скажуть, вам не стыдно? А че ви воруєте сливы? А не ваше. Высадили це дерево. Ми ж не знаємо, хто там сусіді, які там взаємоотношения. І потім. Само действо. Ну, пойди к людям, к этим сусідям, уже на крайняк, ребята. І скажи, у вас так багато слив. Я хочу вас попросити. Можна мне 10 слив сорвати, пожалуйста? Я пирог приготовлю. Привезу вас, угощу. У мене кулинарний канал є. Можна по-человечески це все зроби? Не, вилізло, на забор, падає, ногами ментиляє. Колька стоїть, той переживає. Ну, а ну, надо вот это вот сутникам позорище, а? Тут контент. Ребята, главное запилить контент. Бабусики, ой, девочки, правят миром. Ну, і пару кадров опять з новой квартири, где сидел Томас. І звонила Надька з Медогарок. Я думаю, ви тож це все увиділи. Оце чудо Медогарське, воно, оказывається, за любий гибиш. Ви чули? Надя, Надь, прекрати, правда. Це вже навіть не смішно. Я дуже багато... Надя, Надя! Я тебе захищала. Я пыталась относитися к тебе, як к возрастной женщине. Мне було жаль тебя. Скільки проблем со здоров'ем. Уже все решено. Уже качество жизни твоей улучшено. Я все прекрасно понимаю. Надя, що ти хочеш бить благодарна Самвелу. Но в той форме, що ти ізгаляєшся, ізощряєшся, і тільки підлізуєш йому, вилізуєшся всі його дірки. Це не достойно женського поведення. Це не достойно возрастной женщини. Уважаємі, що ти відчиняєшся, ізощряєшся, 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 ізощряєшся. Я відчиняєшся, ізощряєшся, 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 ізощряєшся. А за любий кіпіш це про що ти, Надька? Приїдеш, будеш до гола роздіватися? Будеш ці шортики, комбідрезик на себе натягувати, міряти, як твоя любима Татьяна Васильівна, та, яка тебе матюкала, оскарбляла, послідніми словами, і виганяла вже тисячу раз із Дніпра. Це оця Татьяна Васильівна, молодець, така, замечательна. Так? Інтересно, за який ти кіпіш? Можна якось, німножечко конкретізувати. Ну, за який? Розкажи нам. Ну, давай, вона ж зібралась, дівочки, приїхати сюди, в Дніпр. Ну, покажи, давай. У тебе ж уже у тих лантухів не висить, немає? Давай, роздівайся. І скажеш, як ви це любите, а що? А що тут такого? А що ви не бачили? Ножки в мене рівненькі, так? Розтрюбка у всіх однакова. А що ви не бачили розтрюбку? Ну, і що тут такого? Вон на пляжі тоже всі голі ходять. Ми це вже проходили, ми слышали всі ці ваші оправдательні моменти. Так що твій кіпіш ми ж демо з нетерпінням. Надька, давай. Очень хочеться узнать і посмотреть. Ти прям до конца пойдеш? От где твой предел? Вон тот рубеж, вон та красна полоса, она вообще существует в твоей жизни, за которую ти вже не зможеш переступить? Чи ради у цього морального урода ти підеш во все тяжкі опускаться? До вечера, девчонки. Я закончила. Дякую.